Сегодня мы познакомимся с танцем цыган, свободного и кочевого народа, который оказал влияние на культуру многих стран. Нам предстоит выяснить, всегда ли цыганский танец это грусть, печаль и тоска, и что такое на самом деле цыганочка с выходом. Романтики, которые кочуют по миру, их немного боятся, но не могут оторвать взгляды. А цыган всегда веют пленящие свободы. Они повсюду со своими преданиями, легендами, звенящими браслетами и юбками, которые тихо-тихо шуршат даже сами по себе. Цыгане – одно из самых многочисленных меньшинств в Европе. Общее происхождение их индийское, поэтому в танцах, которые они исполняют, очень много элементов, похожих на танцы индийцев. Из-за того, что цыгане живут по всему миру, у них очень богатая и разнообразная культура. Они и повлияли на культуру очень многих стран, музыкальные направления и танцы. Что удивительно, при всем разнообразии цыганской культуры у разных этногрупп есть схожие системы ценностей и восприятия мира. Любовь, я знаю, что цыганский танец – это все-таки не один танец, у него есть много направлений. Какое сегодня мы выбрали и чем мы будем заниматься? Сегодня мы с вами выбрали хорошо знакомое, для всех наиболее знакомое направление – это танец русских цыган. Потому что если вы иногда придете на концерт, ожидая увидеть танец русских цыган, а вам покажут, допустим, фламенко, что тоже является танцем испанских цыган, или похожее на танец живота направления турецких цыган, так что не смущайтесь, это все равно будут танцы цыган. То есть цыганский танец в разно направлении. Они сильно отличаются друг от друга. А вот все-таки для новичка самые простые и базовые движения, когда уже мы сделали некую разминку, понятное дело, что тело подготовлено, с чего лучше знакомиться с танцем русских цыган? Я думаю, что мы начнем с вами знакомиться с движением рук, тем более, что, несмотря на то, что различия в направлении и в движениях у цыган существуют, но также есть стержень, который объединяет все эти движения, это, конечно, прежде всего характер и акценты музыкальные, но также руки, которые сохраняются практически у всех цыган, которые пришли, наверное, к ним из Востока. И начнем мы движение с рук. Они сохраняются тоже и у русских цыган, и у фламенко. Начнем мы с этого. Давайте тогда с рук, собственно, и начинать. Мы должны какие-то позиции выучить? Да, у нас существуют те же самые позиции, потому что мы берем все-таки направление сценическое. У нас существует таборный танец, где нет такой... Вот я еще немножечко скажу, чем русские цыгане отличаются. Тем, что у нас есть композиция. Танец начинается с медленной музыки и постепенно убыстряется темп. Точно так же есть танцы-композиция. Если вот таборные цыгане, они выходят, это такой показ техники, и нет какой-то композиции. Более, может быть, строгие какие-то костюмы и движения с юбками не такие, не рассчитанные на то, что вот сценический танец, который мы берем, публика у нас сидит далеко. И эстрадный танец, и также уличный танец все-таки. Все нужно показывать, да? Все надо показывать. Ну, давайте, да. Начнем с рук. Первая позиция, поскольку у нас сценический танец, мы знаем, они же, эти же позиции и в классике, первая, вторая, третья, и во фламенко, и у испанских цыган. Похожие движения на фламенко, вот то я вам что говорила, что она объединяет кисточки. А здесь также палец, пальцы нужно веером раскрывать от мизинца к большому, или здесь более свободно? Здесь более свободно. И даже веер, если он есть, такое украшение, то он не вырабатывается, не прорабатывается так, как он прорабатывается во фламенко. Да, более свободное движение. Это тоже импровизация такой. Это импровизационный танец, да, здесь больше характер, здесь больше настроение, состояние в этот момент. Ручки, они более мягкие, нет, не такие зажатые в позициях. Точно так же у нас, мы как у фламенко, в третьей позиции ручки делают движение, тоже локоточки живые, да. Ой, да, как будто птицы у нас такие летят. Да, мягкие ручки. Свободные. Вот свободные ручки, они еще пришли от русских цыган, потому что мы берем русские цыгане, вот эти плаву, мягкие, певучие. Ну, я имею в виду, что от русских цыган, да, принесли? Да, это вообще от русских наших, пришло и в классику от традиционного русского, от певучести, вот все, если мы почитаем, что это наша широта, певучесть, плавность. Я думаю, что люди, которые выбирают обучение цыганским танцам в стиле, да, в таком цыганском, с раскрытыми, размашистыми жестами, с разведенными руками, да, и женщины с такими юбками, которые тоже прям какое-то раскрытие говорят. Я думаю, что можно предположить, можно предположить, ну, что эти люди хотят, да, каким-то образом испытать и одновременно продемонстрировать, ну, какую-то такую свою открытость. И я думаю, что, ну, некоторую страсть, потому что цыганский танец, он, я думаю, про страсть, ну, в какой-то степени, да, про огонь, такую, да, про жар. И, безусловно, я думаю, что можно сделать предположение, что если человек выбирает такой танец, хочет так танцевать, танцует, то, наверное, отчасти это свойство на его душе, да, свойство на его характеру. Это открытость, это широта жеста и это страстность. Страстность в широком смысле слова, то есть вообще подверженность, ну, некоторым переживаниям, чувствам, экспрессивность этих чувств, выразительность, да. Лично мне народный танец дает энергию и силы, знаете, вот не только чувство хорошо проработанных мышц, чувство выполненного долга, удовлетворения от работы, а вот еще и то, что в народном танце, вот это то ли это музыка, характер движения, вот это вот, знаете, ну, земная вот такая самобытная культура, которая отдает энергию. Не только ты выплескиваешься и отдаешь все свои силы танцу, но взамен получаешь. Я вот теперь понимаю, потому что когда я училась на классике, я думаю, господи, как же эти народники, как у них хватает сил, в общем, после таких же занятий идти куда-то еще там как-то активный образ жизни вести, потому что мы лежали пластом после классики. А сейчас, уходя с урока, когда я преподаю и когда я танцую, я ухожу уставшая, но у меня масса энергии, у меня масса сил. Любовь, как понять правильно, что юбка вообще нужной длины, потому что можно прийти в любой юбке просто длинной широкой и будет казаться, что она уже подходит для танца. Есть какие-то мерки, правильно ли там, не знаю, на вытянутых руках, как понять? Ну да, смотрите, вот эта юбка для танца русских цыган, фламенко, она шестиклинка, она шьется по-другому. А здесь у нас два солнца, вам должно быть комфортно, вы должны не тянуть. То есть я руки могу прям вот так вот собрать? Свободно понять ручки, да, и вам не мешает ничего. Вот это все, основное наше требование. Красота. Да. Вот действительно солнечный танец, посмотрите, даже юбка уже придает какой-то энергии, краски, яркость. Давайте теперь поучимся ей, да, управлять. Да. Мы что, должны я за кончик вот здесь держать? Ну, смотря от длины, да, за кончик, чтобы она не провисала у вас там очень сильно. Вот так вот, это неправильно. Ну, вы знаете, это тоже индивидуально, как вам нравится в данный момент. Ну, чтобы вам было удобно, чтобы она не выпадала из рук у вас, и при этом вам нравилась линия вашей юбки. Да, если мы за кончик, так провалятся, у вас не получится большой волны, допустим, такой красоты, амплитуды движения не получится. Вы должны взять, чтобы вы могли ей хорошо управлять, чтобы вам было удобно ее держать в руках. Вот давайте мы все волны попробуем, восьмерочку, когда юбочка вот так, отлично, когда она красиво летит. Да. Теперь можем попробовать другой рукой. Я правильно понимаю, что восьмерка – это вообще такой элемент, который присутствует и в том же фламенко, когда мы с веером работаем, и в восточных танцах. Про восьмерку это я говорю к тому, чтобы вы не думали, что в танцах люди просто как-то хаотично машут юбкой. Естественно, в любой импровизации должна быть тоже логика и правило, по которым стоит танцевать. Из-за того, что цыгане живут в разных уголках мира, единого цыганского танца быть не может. Считается, что этот кочевой народ не только делился своей культурой, но и впитывал элементы культуры той страны, в которой он оседал. Нет исключений в танцах. Цыгане добавляли в свои движения что-то из народных танцев. Так как цыгане – народ кочевой, и работать они не могут в одном месте, своими танцами они зарабатывали деньги на жизнь. По манере исполнения цыганские танцы обычно делят на несколько групп – таборный, сценический, уличный и салонный. Увидеть таборный танец, наверное, самое ценное, так как обычно он демонстрируется только перед соплеменниками, родственниками или на торжествах. Во время исполнения танцующие будто бы соревнуются друг с другом в мастерстве и виртуозности. Он построен на импровизации, движения хаотичны и идут от души. Законов, по которым построен этот вид цыганского танца, нет. Тот танец, который демонстрируют на сцене, конечно, более зрелищный и выстроенный. Конечно, чаще всего исполняют настоящие артисты. Салонный танец предназначен для небольших помещений. В нем нет существенных отличий от сценического. Просто такой танец можно увидеть на свадьбах, праздниках и банкетах. Уличный вид цыганского танца – прародитель сценического и салонного, так как, конечно, он исполнялся не для себя, а для зрителей, которые наслаждались красивыми движениями, а потом с благодарностью платили деньги, кто сколько сможет. Танец, который мы сегодня разучивали, цыганский, – танец русских цыганов. То есть, безусловно, здесь не могло обойтись без влияния нашего русского характера. Он более лиричен, чем, допустим, танец фламенко испанских цыган. Он более напевен, но в то же время остается вот эта свобода, раскрепощенность, и остается, знаете, этот темперамент. Вот, допустим, если у испанских цыганов, там все-таки, если вы посмотрите, лица, они более, это скорее даже не праздник радости вот такой, они более суровые. Это может быть какой-то, я не знаю, можно условно сказать, плач, о потерянной родине или какие-то вот такие глубокие переживания очень. Вот, то все-таки у русских цыган здесь такой, знаете, в один момент, вот вы послушайте, это плачут практически такие и в песнях, и потом буквально смена абсолютного характера, через несколько секунд бесшабашное веселье. Но вот это, пожалуй, вот то, что отличает цыган. Вот этот вот переход, вот этот темперамент, грань, раскрепощенность, свобода, вот так вот детей природы, такие они настоящие, не боящиеся выразить себя, свободные, и в пластике очень свободные. Я думаю, что если речь идет о спонтанных танцах, я имею в виду не поставленном выученном танце, а о спонтанном танце, то любой станец в этом случае это всегда некоторая смесь как культурных влияний, в том числе национальных каких-то влияний, так и индивидуальных. Мне кажется, что если говорить о некоторой популяции, например, в России, в Москве, то, допустим, какая-то, не знаю, некоторая скованность, которая мы можем иногда наблюдать на общих каких-то танцах, вполне может говорить не о национальных или культурных корнях, а говорить о том, что это просто городские люди, потому что в городе люди гораздо более, например, скованы, чем не в городе. И вообще здесь, честно говоря, очень сложно делать какие-то выводы общие, но это в любом случае всегда смесь и каких-то культурных, индивидуальных посланий. Танец русских цыган, которому сегодня меня учит любовь, отличается своей композицией. Например, в таборной манере такой структуры просто может не быть. Здесь же постоянно нарастает темп. Сначала он медленный, развивается к середине и заканчивается очень энергично. Обратите внимание, как работают ноги. Это сложная игра, которой можно научиться только спустя время. К сожалению, на нашем уроке сегодня мужчин не было. Обычно они быстро и ритмично хлопают себя по телу. Женщины работают в основном плечами. Игра пальцами – это элемент фламенко. А взмахи юбка и портера – это когда женщина опускается на пол или землю, пришли из восточных танцев, которые, между прочим, в себя тоже впитали элементы цыганской культуры. Танец, который так известен в Испании – фламенко – долгое время считался сугубо цыганским. Конечно, этот танец можно отнести к сценической и уличной форме исполнения. В 15 веке в Испанию из рушащейся Византии прибыли цыгане. Они поселились на южном побережье страны – в Андалусии. Они впитывали местную культуру, добавляли свой колорит. И в результате появился танец, который исполняли цыгане, а затем уже немного изменив сами испанцы. Долгое время фламенко было закрытым искусством. Цыгане жили изолированной группой, и поэтому фламенко формировалась и исполнялась в узких кругах. Но в конце 18 века гонения на цыган прекратили, и фламенко стал свободным искусством – вышел на подмостки таверн и кафе. В свое время один из польских писателей сказал «Характерная черта цыганского танца – его сольность. Как вы заметили, цыгане не танцуют парами. Конечно, этот танец исполняют друг перед другом, если это происходит в таборе. Но каждый выражает свою индивидуальность». Какие жесты? Исполнители цыганского танца словно обращаются к небу, взымая руки вверх, или будто пробуждают кого-то из недр земли своими жесткими ударами каблуков. Если мы с моим педагогом Любовью танцевали сегодня в обуви, то в таборе эти танцы точно исполняются босиком. По-другому быть не может. Индийские корни напоминают. В индийских танцах обязательно нужно разуваться. Ведь во время исполнения танца вы получаете не только эстетическое удовольствие, но и пользу для здоровья. На ногах очень много нервных окончаний, которые связаны со всем телом. Поэтому такой танец-массаж помогает промассировать внутренние органы. Между прочим, когда женщина исполняет цыганский танец, показывая разные фигуры, она даже немного похожа на индийскую статуэтку. Как правильно держать юбку, когда мы уже шаги делаем? Мы будем их делать потом с движением вместе с юбкой. Сейчас мы можем возьмите юбку так, чтобы было видно, что мы делаем ножками. Шаг и поставить на полупальчик можно ножку. Точно так же можно ее просто с выбросом ходить. Самые простые. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Или на полупальчик. Два, три, четыре, пять, шесть. Небольшой такой вот рессор в корпусе есть. На ногах через плие небольшой. То есть мы не на прямых ногах шагаем, да. Мы чуть-чуть подсаживаемся и вырастаем. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Работаем корпусом. Четыре. Может быть такое ощущение, немножечко, да, вот смотрите, создается цинический образ уже у нас, кочевого народа. И вот у вас нет ощущения, что мы немножечко едем, да. Как будто или едем, или куда-то идем. А главное, что вот это упражнение на ноги очень приятно выполнять после того, как мы махали юбкой. Я никогда не думала, что это так тяжело. На самом деле плечи и руки работают очень сильно. Поэтому, наверное, это самая красивая физическая нагрузка на руки, которую я только видела. А теперь давайте к этим движениям с ногами прибавим те движения рук, которые мы с вами только что научили. С юбкой, да? С юбочкой. Сразу две руки давайте сделаем. Давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так. Два, три, четыре. То есть у нас юбка, скажем, в такт попадает, чтобы вместе с ногой у нас не было расхождений. Ну, я так деловито это сказала, само это пока не получается. Три, четыре. Безусловно, руки. Все наши суставы прорабатываются. Вы сегодня сами почувствовали с юбкой хорошая нагрузка для всех мышц и рук, и плечей, и спина. Ну, кардионагрузка, потому что есть небольшие вращения тоже. Но опять же мы перед всеми танцами, прежде чем заниматься, мы же разогреваемся. Вот если вы придете в школу или на любой урок танца, все равно предшествует для начинающей группы более щадящая нагрузка. То есть мы вначале весь мышечный корсет, мы все-таки его укрепляем. Это упражнения для пресса будут, это упражнения для спины, даже до того, для плечей. Даже если мы не начнем с партерной гимнастики, мы будем это делать вертикально. Какие-то самые простые движения. Но здесь абсолютно все мышцы будут работать точно так же. Конечно, и кардионагрузка, и вращение. И в принципе, все же дозируется, даже если у вас болят какие-то, может быть, легкие проблемы с суставами. Это не значит, что вам не надо ходить, наоборот, двигаться. Я считаю, что нужно. Но дозировать эту нагрузку при обсуждении с педагогом, то, безусловно, это нужно. Я считаю, что полезно всем. И, безусловно, то удовольствие, а наш эмоциональный настрой тоже очень важен. Это, конечно, дает колоссальную эмоциональную такую подпитку. Помимо того, что цыганский танец помогает выплеснуть всю накопившуюся энергию, он еще и очень полезен для осанки. Думаю, что такие движения еще и отличная профилактика остеохондроза. Гибкость появится постепенно, но будет приятным бонусом. Можно сказать, что это танец и хорошая кардионагрузка. Постоянно нарастающий темп движений помогает улучшить кровообращение и обогатить легкие кислородом. Я думаю, что это человек, который, безусловно, любит в хорошем смысле слова себя продемонстрировать. Продемонстрировать свою красоту, например, или свой вкус, умение выбрать красивый наряд, скажем так. Или человек, который так сильно, так много переживает чувства, ему так хочется ими делиться, но, безусловно, ему хочется и покрасоваться немножечко этими чувствами. И я думаю, что если говорить о психотипах, то это скорее человек, который хочет чувствовать себя и нуждается в том, чтобы быть с одной стороны в центре внимания, но с другой стороны вместе с другими людьми. Переживать некоторый совместный подъем, эмоциональный подъем совместно переживать. Я думаю, что это человек, ну, скорее романтичный. Все-таки цыганский танец, я думаю, как-то ассоциативно навевает многим людям, ну, наверное, да, навевает многим людям какие-то воспоминания или какие-то образы, да, и, не знаю, там, дороги дальние и так далее, гадания и так далее. Вот я думаю, что это такой какой-то человек должен быть. Значит, дробушки русские сюда чуть-чуть добавляются. Раз, каблук, два. Раз, два, три, четыре. Медленно. Да, давай очень медленно. Шаг, каблук, шаг, каблук, шаг. Развернули ножку, вывернули. И все с другой ножки. А теперь на правую. Раз, два, три, четыре. Что-то я куда-то не туда переступаю. Еще разочек. Раз. Вот поставили, да. Да, теперь другую. Два. А теперь почти одновременно в диагональку. Три. И шагнули на... Эту назад. А, вот. Левую назад. Вы шагнули и продвинулись вперед. И вышла впереди правая ножка. Теперь на нее наступаем. Раз, два. Встаем на правую ножку, шагаем в левую сторону. Три. И левая впереди остается. Четыре. Впереди левая. Еще разочек. Раз, два. Правую вперед. Три. И ее впереди оставляем. Четыре. На правую наступаем. Раз, два. Шагаем в левую вперед. Три. Оставляем впереди. Четыре. Отлично. Раз, два. Три. Четыре. Раз, два. Три. Четыре. Вот так. Раз, два. Три. Четыре. Раз, два. По очереди ножки. Три. Четыре. И здесь, может быть, нам стоило бы вначале, конечно, мне дать вам движение вот эти. Только шаги. Когда мы разворачиваем ножки. У Блиссарабских фиган тоже это движение есть, да. Тогда нам легче было бы перейти вот каблучками поработать в нашей дробушке. Ну, по крайней мере, мы узнали, что такие движения есть. Вот, отлично. Правильно. А вот теперь это движение включается в нашу дробушку. Каблок, каблок. И вот на это движение. Оп. Левой ногой каблок, каблок. Это движение, которое только вы учили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Резко каблучок. Русские цыгане переняли традиции венгерских сородичей. И на основе угорских мелодий и танцевальных движений придумали темпераментный танец «Цыганочка с выходом». Своё распространение он получил в России в XIX веке. Считается, что мелодию, которую многие принимают за народную, на самом деле сочинил дирижер цыганского хора Иван Васильев, предок известного в Советском Союзе исполнителя цыганских романцев Николая Васильева. «Цыганочка с выходом» Сегодня мы познакомились с танцем-космополитом. И если вы знаете хотя бы пару движений из него, считайте, что вы учили базовые элементы десятка других танцев, как сделала сегодня я, ваша Наташа Кашинцева. Субтитры создавал DimaTorzok